Сила Сибири набирает обороты Сила Сибири набирает обороты Слава ППСС! И сегодня мы с вами в новом качестве, в новом разрешении, я бы сказал Да, потому что наконец-то свершилось чудо Мы дошли до состояния купить новую камеру О чем вы нас зачем-то очень долго просили И вы нам в этом очень помогли Теперь вы будете знать все наши трещинки Зачем это вам? Я должен просто зачитать список камрадов Ну, по крайней мере, частичный, который сохранился до текущего момента Да, я, к сожалению, не смог восстановить все Ну, вот так бывает Итак, нам помогли камрады Тукул, Бесенок, Блэки, Борсер, Бруди, Виталий В, Гранж, Дело Темное, Де Алексе, Дефилер, Эрфоуг, Господи, Кэнди Клауд, Килаз, Куинкс ВП, Лепсик, Максинада, Меломан 1991-991, Энвермор, Господи Невермор Да, потом вот Вот это вот Тема Рожа, привет Да, точно Апоекнет Павлентий Павлентий, точно Роба, Суксиус и Юрий Юрьевич За всех остальных камрадов, которые не попали в список Я должен сказать, что Никто не забыт и ничто не забыто Ваши труды всегда теперь будут с нами и со всеми нашими подписчиками Мы не очень помним Да, то есть мы можем не помнить, но ваш подвиг останется навеки вот в этой галактике, я не знаю Навеки останется в Full HD, который снимает наша новая камера Так минимум Ну, а теперь к делу Сегодня у нас ароматизаторы от нашего дорогого друга Кости Шестой выпуск Прошу, коллега У нас табачки, поэтому это у нас с Олегом, дяденька Кирилл Погнали А я сложил ручки Все по традициям Так, Red Cherry Tobacco Flavor Костя говорит, что это легкий итальянский трубочный табак с ароматом спелой красной череши А чего ты так начал говорить? А потому что он легкий итальянский трубочный Я бы то... вот Легко в Италии тебе, что ли, бзгнуло или что, я не понимаю? Знаете, вот... Мод хочется взять как трубку Пальчик, пальчик... Молодец Настолько хорошо? Ты только не склонкни, тогда вообще будет странно Дальше поставить, что у тебя там? Чтобы залез на рог Ага, дивно Дивно Очень хорошо добавит ярких оттенков к классическому аромату черешни Гологольте Я бы соскучился по твоим речам Ну, скажу так Это обычный среднестатистический трубочный табак с вишней и шоколадом Вот так То есть, какого-то откровения для ценителей он не придаст Но здесь хорошая вишня, хороший шоколад Что самое главное, хороший баланс можно видеть Да, и хорошая табачная составляющая, которая вот как подложка это все обволакивает Вот это вот прекрасно Да, меня слушает табачка кармана Что же? Зашла Да, то есть, это хорошая повседневная табачка без всяких, знаете Претензийной изыски Знаете, мне напоминает, я, к сожалению, название точно не вспомню Потому что в свое время на Байкал к нам, ну, когда еще работал, занимался наукой Замначальник экспедиции Иван Анатольевич Игорь Он летом торчал в Сойтоне, ну, под Берлином И там накупал себе всегда коробку всяких сигарил, сигар и прочих этих Вот были какие-то сигарилы там, я не знаю, чьи они, честно То есть, они прямо похожи по вкусу И сигарилки такие, прямо сильно похожи И мы потом, соответственно, вечерами, когда у нас появлялся там, а у нас это редко происходило Появлялся пинячок, мы всегда брали по сигарилке и с пинячком это все дело употребляли Хорошо было То есть, табак для тебя, по сути, является такой ностальгической отправной ноткой для путешествия в далекое прошлое Да, все путешественники во времени хотят попасть в будущее И только Василий хочет попасть в прошлое А что, почему? Потому что я там пил Вот, а сейчас пил Именно это я и хотел сказать Что все дело, оно в коньяке, так сказать В волшебных копельках Нет, вкус хороший, вкус без претензий Без, знаете, всяких сложностей, типа Латакия, Бёрли и прочее Ориентал Тут вполне обычный микс трубочного табака с ароматом черешни и все То есть, тут входит трубочный табак Да, 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 определенно Давайте, я стартану со следующим Блюбери табакобленд Финский сигаретный табак с ароматом лесной черники Серьезно? Шел пьяный хрен Упал Вкус черники Получился Финский плюс Загонят Запах странный очень Я тебе так скажу Это очень легкая табачка по сравнению с предыдущей То есть На самом деле их бы наоборот парить было Сначала вот эту Потому что та она у тебя немножко рецептора подвыбивает, честно говоря И да, такая легкая черничная подвушка Не могу сказать, что я прямо проперся Но нормальный Я четвертый уже Я бы сказал, что это Если там был табак такой более грубый То здесь вот эта классическая соломенная вершиня светлая И Почему-то мне кажется сушеная черника Вот так я бы сказал А, сушеную чернику насушил как-то? Не, ну Я, например, в деревне очень много сушеных ягод ел У нас была и черника, и голубицы И малину мы сушили С этого очень похожа именно на сушеную чернику Ну да, он не такой, скажем, десертный, как предыдущий вкус Ну, вполне тоже Это как повседневная табачка Совершенно ненавязчивая Ненавязчивая совсем А при этом сигаретный табак Комсид простой Он очень сухой Такой, ну, без выпирающих каких-то этих Да вообще без всего практически Прям как Вирджиния, черт побери Да Может быть, через пару лет мне удастся Научить вас отличать Вирджинию от Берлея Слушай, за два с половиной года не научился Вы не научились Ну, а ты не особо-то учил Давай так Ну, начинаем Вдруг, Петр, давай ему в глаз дадим, а Достал уже, умничать А еще, вот смотри Ну, а видал, да Ну что ж А пока мы тут бухтим Наш многоуважаемый поисковик Кирилл Пробует стробери табакобленд Французский сигаретный табак С нежным ароматом клубники сорта Виктори Что? Нет? Чтобы еще обдув открыл А, да А я думал, тебе нравится тугая сигаретная затяжка Мне нравится тугая сигаретная затяжка Мне не нравится Отсутствие затяжки вообще Какая жалость, какая досада Домой приходит, и жена говорит А почему у тебя на щеках засосы изнутри? Это, дядька, обдув не открыл Нет Ну что, клубника Я, если честно, побаиваюсь, что клубника тут может перебивать весь аромат табачки Ну, зависит от количества клубника Ясен карасен На запах ее прям много Ну, мы же сколько раз Ну, ее ощутимо больше табачки по запаху По крайней мере Сколько раз уже Я вам Что хочу сказать Это забавно, потому что Это очень напоминает мне Соусные табаки Это такой, знаете Хороший, ферментированный, выдержанный табак Залитый клубничным вареньем Вот так Я абсолютно поддерживаю Здесь клубника Она не такая вот Как, например, в тех вкусах Фруктовых Которые, мол, у Константина Проболь Например, или у других У других производителей Это нечто иное Это вот именно Такое, знаете Ближе к варенью К повидлу И при этом у него есть такая Хорошая табачная подложка Которая вот Дает вот эту вот грубость Знаете Такую горчиночку По сравнению с предыдущим ароматом Здесь табак-то, в общем-то Чувствуется гораздо сильнее А я тебе скажу, почему Потому что В принципе, аромат клубники Это он относится С точки зрения химии К освежающим ароматам Так Вот И, соответственно С ним более тяжелые ароматы Они ощущаются лучше То есть сливки, например Всякие кастарды и все прочее Это тяжелый аромат Поэтому в основном Пытаются клубнику Со сливками мешать Да? О, затвиль Ну, блин Я не знаю, как вам объяснить Но Когда-то давным-давно Я общался с девочкой Которая училась на химфаке Вот Она мне просто объяснила Что бензин Это освежающий аромат Оказывается Вот Да Да А запах топленого молока Или топленого масла Это тяжелый запах Поэтому Очень хорошо Оттеняют Легкие ароматы Оттеняют тяжелые И вот Скажем Когда смешатся тяжелые С тяжелыми Там сложно что-то разобрать Или легкие с легкими Они друг друга перебивать начинают Вот здесь есть Свободно Шел Васей сильно Насвистывал дырочки В каком-то боку Наваливает Потому что Обдув открыт Я наваливаю бас Не волнуйся Вот Ну что, Василий Что вы почувствовали В этом аромате Которого вы так ждали Это Питч Табака Фуэва Ну Питч-то я почувствовал А Самое интересное Что Тоже французская Ноточка Что-то мне казалось Что это Более трубочный табак Не сигарет Почему А тут написано Что это сигаретный Ну запахи Прямо Персик Он такой же сигаретный На самом деле Как в блюбере Табакобленд Плюс-минус Только здесь его ноты Помощнее Маленько Раскрываются Это видимо Именно из-за сочетания С Аэрсиком Он же французский Там-то финский Понял Опять же Я пытался сравнить С предыдущим Разные табаки Я бы не сказал Я бы не сказал Что это Трубочный табак Не знаю Я Видишь Я Сильпо Вот поэтому Как вижу Так и пою Давай так Господин Сильпо Обращается к тебе Другой Господин Сильпо Как тебе в целом Сей дивный Коктейль Ничего 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 Даже То есть В принципе К нему не требуется Семечек Для перебивки Основного Мерзотного Аромата Табака Да А также Кепки И корточек Соображаете Коллега Да Тебе корточки Ты спарил Уже Скурил Не знаю Он Спарил Не корточки А кирзачи Ну кирзачи Это две большие разницы Ты просто Василий Вот прям По краешку Ходишь Понимаешь Корточки Не Ну Сейчас я расскажу Очень коротенько Еще одну историю Да Когда давным-давно Мне очень пиарили Аромку От Бабарейкина Жоржа Который тоже Мой тезка Под названием Пичтаб Кое-как Я ее достал Попробовал И вот Вообще Не впечатлился Потому что Это была Какая-то хрень Если честно Потому что В ней было Много персика И совершенно Не было табака Это был персик с орешкой Или персик с печенькой Ну Ты же помнишь Что какое-то было время Да И какие тогда были табачки Когда у нас были табачки Либо персиковые Либо печенистые Либо орешистые Ну И как бы все Знаешь Мне Как человеку Избалованному Бэфовским Канатом Слышь Человек избалованный Канатом Вот Вировкой Я не знаю Чем еще Ты не забывай С какого времени Дядя Батарейкин Вообще Живет В принципе Я понимаю Но печник появился В то время Можно сказать Не так давно Ну это да Но его принципы Они вот именно Тяготеют Тем самым Тяготеют Круяну С персиком Соображаю По мне Здесь Я просто Тебя чуть-чуть Леру Это вот Персик белый Да Дювет Блан Который Ну да Дювет Блан Который Мы пробовали Опять Опять Это слово Ну что вы Пугаетесь Да Дювет Бля Да вы Бля Самый Блан Вот Да Это Другой Сорт Персиков Вот И плюс Табак Который Ну Кстати Вон С этим С шоколадочкой А это вот Интересно Да Что Трубочные табаки Костиной линейки Они дают Такой шоколад А сигаретные Нет Сигаретные А тут же написано Что это сигаретные Ну А шоколадность Есть прямо Она под персичком Такая А вот в прошлый раз Тебе показалось Что Там тоже было написано Сигаретные А тебе показалось Что трубочные Хотя шоколадность Не было Нет А сейчас Я говорю Что Не важно Сложно Очень сложно Ну что Ты расскажешь Историю Да Мы ждем А Ну В общем Я попробовал Зачем ты напомнил Да В общем Я попробовал И пришел к выводу Что пить штаб Это полное фуфло И это нельзя парить Вот и все А Все Да Ну А о чем Ну Это ужасно Просто начал рассказывать Про то Что вот Те времена Это было Лучше из лучшего Стоп Я этого не говорю Я говорю Что в те времена Это было нормально Такое восприятие Табачек Понимаешь Вот Это сейчас Понимаешь Вот это вот Гурманство Нас Что Что такое Что не так Были люди Которые Были люди По факту мне Ни один ароматизатор Батарейкина Не зашел По факту Я ни один ароматизатор Батарейкина Не пробовал Я вот сейчас Вообще Крамольную Наверное Лич сказал Да Вот И ни один из них Не зашел Я знаю Возможно Потому что Ты был Ничем Всему Не Я не покупал Я кто-то Не давал И ничего Не зашел Ну Ну Прайм Кхпа Слушайте Черт с ним С батарейкином И всеми этими Анатами Табака Флэйвор Вот это Очень забавно Ты знаешь Это трубочный Табач Я на самом деле Сейчас Воспылал Такую легкую Ностальгию В плане Ароматики Был очень Похожий Аромат У Кэптэн Блэк На самом деле Именно Турбочный А я Я не согласен Когда-то Мы делали Обзор На сигареты На сигаретные Ароматизаторы Колюми Тоже от Кости И вот тогда Я его не узнал А вот это На мой взгляд Там был цветочный Какой-то аромат А вот это Колюм Да Ванильный Был Ванильный Колюм В чистом виде Вообще Просто Один в один Очень Даже Может быть Но у меня Ассоциации К сожалению Именно такие Серьезно Ну Не Я не спорю Может быть Здесь есть Какая-то Отсылка К трубочному Табаку Потому что Он тоже Шоколад Отдаёт Он правда Ванильный Что? Чувак В описании Табака Написано Французский Трубочный Табак С тонким Ароматом Ванили Почему тут шоколад Вообще А потому Что Очень часто А что шопотом Давай Для всех Громко Табак Очень часто Похож на Шоколад Да Потому что Табак Выдержанный Табак Ферментируется Но Неплох Он У меня Пару Минут Назад Звание Умки Пытался Пересадить Я На Обратное Так Ты Своих Мозговых Слиний Пожалуйста С меня Мегунка Мегаунка А Я думал Ты Это Потому что Я Вату Вату Катаешь Вату Давно Закупал В магазине Мегун Теперь Мегунка И Что У нас Там Осталось Табак Микс Я Это Не Пойму Честно Я Даже Пытаться Не Буду Это Кирилл Больше К тебе Давай Я Кирилл Два Часа Рассказывать Да Пожалуй Ты Прав Потому что Нам Тут Особо Делать С Тобой Нечего Для Нас Это Будет Таким Ну Окей Это Будет Крутым Табач Микс Но Мы Как Вот Это Быдло Сильфошное Классическое Мы Ничего Толком Не Поймем А Вот Наш Мегунка Он Сейчас Расскажет Все По Составляющим Я Уверен Охренеть Смесь Ароматизированных Табаков Собранных Со всего Мира Это Я Обозначил Так Товарищ Робо Час Так Я знал Что Ты Всем Нам Известный Он Просто Когда У него Остается По чуть-чуть Жидкости Он Все В одну Бутылку Сливает Потом Взбалтывает И парит Вот Это Я боюсь Представить Что Здесь Это На удивление Вкусно И органично На самом Деле Мне Почему-то Кажется Что Там Карамель Из Жженого Сахара Мне Здесь Отчетливо Чудится Такой Легкий Флер Какой-то Мятных Ароматов Где-то На фоне У тебя Я Я Ну Карамельная Ассоциация Карамель Из Жженого Сахара Карамель Есть Но Я думаю Что Мы Все Коричневый Какой-то Тростниковый Жженый Сахар Я думаю Что Мы Сейчас Окажемся Абсолютно Неправы И нам Кирилл Сейчас Объяснит На самом Деле Вы Оказались Оба Абсолютно Правы Потому Что Я Здесь Чувствую И Мяточку И Жженый Коричневый Тростниковый Сахар Вот Да Умнички Мои Наконец-то Научились Сейчас Я Почетная Суперпозицию Вот эту Первая С конца Я Вот Фигеев Замерили Да У нас Василий Разговорился Я Молчал Две Недели Я Болель Болель Мольчаль А до этого Он молчал Несколько лет До доклада Да Мне просто Не давали Поговорить Конечно Я хотел Мне все время Подсунули Вату Это Мы тоже Любим делать Да А мы Тебе Предлагали Намотать Хоть Один Генезис Один Я Ни одного Не намотал Генезис Нас Там В комментах Прошут Чтоб Ты намотал Генезис На камеру Один Ты намотал Да Причем Это был Этот самый Шарика Хотят Вот Шарика Да И дядю Федора Есть и Федор Шарик Конечно Шарик Надо На этикет И он валяется Он просто Маленький Закатился Нет Это он же Дяди Федора Шарик был Точно Шарика сломал Дяди Федора Потерял Шарик У меня с собой Шарик У меня Источник Вдохновения Сорока Этого Миллиграмм Никотина Ах Хорошо А почему Не ЕДФ Кирилл Мы что-то Оторвали Системы Давай Ты Скажешь Свои мысли По этому Дайди Это действительно Просто смесь Всех подряд Ароматизированных Табаков Которых возможно Фруктовых Ферментированных С мяткой Без латаки Не Ну да Копченых там табаков Нет Но опять же Латаки Это не ароматизированный Табак в чистом виде Это именно Сорт табака Я понимаю Копченого нет табака Да В данном случае Это просто смесь Именно ароматизированных Табаков Она достаточно Легкая Для повседневки И достаточно Тяжелая Для того Чтобы можно было Ее попарить Например Бокальчик Бурбона Я бы так сказал У каминчика Знаете Так Покачиваясь В кресле-качалки Может быть Да Может быть Мята Есть Чуть-чуть Вот Какая-то Мяточка А вот Сахар Там У него Вы Простите Я сахара Толком Не чувствую Нигде Вообще Поэтому Мне позволительно Его было Профукать Маленько Он прям Такой Он Наполняет Хорошо Так Граждане Кому что Понравилось Я за себя Пока скажу У меня Красная Черешня Красная Черешня Да То есть Вот Вишенки У кости Вообще Хороши Не Ред Черри Однозначно И Штробери Табак Штробери Табака Да Хорош Пич Табака Я бы Сказал Что Он Наверное Слишком Вычурный То есть Там Слишком Много Пич Там Сорт Персика Такой Слишком Яркий По моему Для Этой Табачки Но Это Опять же Мое Субъективное Отдельно Этот Персик Очень Зашел Я Сегодня До него В очередной Раз Добрался Я Сдолбил 10 Млитров Блин Я Не Заметил Он Ушел Легко Ими У меня При этом Черника Ваниль И Смесь Ароматизированных Табаков Не знаю Это Обычные Проходные Табачки Они Хороши Для Повседневки То есть Если Вы Каждый День Не можете Парить Одну И Жидкость И Вам Надо Что-то Менять Какую-то Нотку То Вот Это Ваш Выбор Азначит Ну Кстати Последний Микс Он Тоже Ничего Такой Парить Ну Да Я Согласен Мне Непонятно Тоже Его Принцип Когда Есть Десертные Табаки Которые Под чашку Кофе Можно Парить Есть Повседневные А вот Есть Эстетские Вот Эти Которые Вечером За бокалом Брэнди Я не знаю Чего-нибудь А есть Вот Это За бокалом Охоты Крепкой Типа 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 По поводу Охоты Крепкой Мне Тут Охоты Крепкой Это Портер И он Даже Котируется В Европе На всяких Конкурсах Вот Да Представляете У нас Просто Он Не Опортирует Что-ли Нет Он Просто Не Допонят Понимаешь На родине А вот Во всяких Европах Где Любят Накидаться Я поверю Во все Но Не могу Сказать Что Он У нас Не Допонят На родине Он У нас Допонят Просто Не В качестве Портера Шутейкин Задвошителя Хорошо Ставил Ремарк Типа того Так На сегодня У нас С докладом Пожалуй Все Наши предпочтения И пожелания Что называется Должны Были Быть Услышаны Костя Гранд Мерси Вам Всем Спасибо Что Все Это Вытерпели И Отсмотрели Все Время Хорошо Да Всем Спасибо Всем Пока Пока